Здравствуйте! Я Инна Клюева приветствую вас на Дворцовой площади. Наша программа о том, что происходит на главной сценической площадке города во всем многообразии лиц, идей, событий, перспектив, проблем. Сегодня поговорим о том, как воспитать истинного ценителя искусства. Еще Виссарион Григорьевич Белинский писал, в детях с самых ранних лет должно развиваться чувство изящного, как одно из первейших элементов человечности. Влияние искусства благодатно, и чем раньше они начнут испытывать его на себе, тем лучше. Говоря о правильном понимании прекрасного, мы имеем в виду не только любовь к театру, музыке, искусству. Речь идет и о том, какое платье носит человек, как убрано его жилище. Все это истинное понимание прекрасного. Молодые родители, если вы не хотите краснить за своего ребенка, попробуйте начать работу с ним уже сейчас. А мы в этом вам поможем. Все начинается с игры. Хорошо, если эта игра коллективная. Именно среда влияет на воспитание истинного ценителя искусства. Посмотрите, как комфортно чувствуют себя наши маленькие зрители. Перед началом любого детского представления можно попрыгать, порисовать, послушать хорошую музыку, а потом непременный ритуал юного зрителя – занять место в зале и похлопать в ладошки. Цикл развивающих встреч для малышей «Ладошки», куда мы пригласили вас сегодня, существует уже пятый год. И все это время наши усилия направлены на поиск оригинальных творческих решений и воспитание своего будущего зрителя. Наши первые воспитанники уже пошли в школу. Кто-то выбрал творческий коллектив, кто-то продолжает расти вместе с нашими концертами. Ребятки приходят, вот еще что называется, вот до годика с сосками, у мамы на руках, бывают, плачут, бывают, смеются. И они с нами растут. Год за годом они уже чувствуют себя хозяевами, они уже приходят как к себе домой, у них друзья. И они себя чувствуют, мне кажется, очень хорошо. Всем ребяткам очень важно социализироваться, это общаться со своими сверстниками, смотреть на творческие коллективы именно маленьких деток, которые выступают, которые поют, танцуют перед ними. И они вот, они так реально это все воспринимают, они с такими открытыми глазами, открытым ртом на это все смотрят. Поэтому, мне кажется, им очень это помогает. Им помогает это раскрепоститься, не зажиматься, больше идти на контакт и с детьми, и со взрослыми, не бояться большой аудитории, это очень важно. И в следующий раз, когда они приходят на наши уже большие концерты, в большой зал, они чувствуют себя абсолютно спокойно. Они сидят, они слушают, они смотрят, и они верят во все это, и они настоящие зрители. Психологи утверждают, что все идет от семьи. С этим нельзя не согласиться. Очень хорошо, если в вашей семье принято наряду с магазинами посещать мероприятия эстетической направленности. Идете в театр, берите малыша с собой. И не стоит опасаться, что ему там будет неинтересно. В таком случае вы всегда можете встать и уйти, а вот попробовать обязательно стоит. Посещайте выставки, концерты, воспитывайте в своих чадах любовь к прекрасному. И тогда ваш ребенок в будущем не будет скучным собеседником, невежественным недорослем, не помнящим родства. Запомните, какие бы установки вы не давали своему ребенку, он всегда будет брать пример с вас. Поэтому начните с главного. Поход во дворец культуры должен стать настоящим семейным коллективным праздником. А праздник – это сменная обувь, красивый наряд, ухоженные волосы. Как мало, но так важно. Я хотела бы посмотреть, как мой внук общается с другими детьми. Потому что он к нам приезжает не так часто, но может быть раза два в месяц. И поэтому для меня я не вижу своего внука со стороны. Я вижу, как он ведет себя дома. А мне хотелось бы увидеть, как он ведет себя здесь. Мне хотелось бы увидеть, как играют другие дети. Как развит наш ребенок в отношении других детей. На что нужно обратить внимание. На чем нужно поработать. Может быть, вот для этого мы пришли. И мы хотели посмотреть, что такое представление у вас. Я не представляю, что такое даже. Вообще первый раз, я не знаю. Я увидела, что у вас идет сеть такая вот, ну программа. Каждый месяц. Мы посмотрим, что это будет. И сделаем для себя выводы. Как у нас развито, во-первых, это творчество еще в нашем городе. И на внука посмотрю. Четыре, пять. Матем Торбичковной Икасе. Бабушка Икаса. Матем Торбичковной Икасе. Матем Торбичковной Икас. Ого, видишь, это избушка. Дома не уходя, солушка. Ты избушка не беречь. Дай ей уйти и лечь на печь. Здравствуйте, бабушка Ика. Здравствуйте. Добрый день. Кто сказал добрый день? Кто мне сказал добрый день? Какой же он добрый? Мы с избушкой не мотаем. Яблутых, она гудах. Целый день бегаем по лесу и пугаем берега. Да, непорядок. Ой, непорядок. На этот раз в гости к малышам пришла осень. Она раскрасила в яркие краски все вокруг и сразу стала общей любимицей. Но вот незадача. Коварная баба-яга хочет испортить праздник и украсть нашу красавицу. И вот вместе с гномом и помощниками все мы отправляемся спасать осень. По пути собираем шишки, слушаем, как стучат по зонтикам капельки дождя, поем песенки и непременно оставляем свои впечатления от увиденного на своих рисунках, пока робких, но таких дорогих маминым сердцам. Я просто на какое-то время становлюсь такими же, как и они, иначе к ним не подойти. Мне думается, я ухожу куда-то в эту осень, и все, и я осень, и они мои дети, и все. Они чувствуют это лучше, чувствуют тоньше. Они живые, и с ними интересно жить. И вот я с ними живу. А это уже наши маленькие артисты. Сегодня воспитанники детской эстрадной студии «Калейдоскоп». Они с удовольствием выступают на этой сцене и с удовольствием делятся своим творчеством. Сегодня наша группа выступает первый раз. Мы набрали младшую группу себе. И, конечно, волнуемся, но, по-моему, все идет очень хорошо. А получилось действительно здорово. Это тот самый возраст, когда чувствуют искренне, с открытой душой дарят свое настроение, плачут, смеются, удивляются и очень тонко чувствуют отношение к себе. Дети, они ведь как пластилин, что слепишь, то и получишь. Хорошо, если это будет красивое творение. Я думаю, что вообще каждый родитель сам решает, с какого возраста он хочет своего ребенка на сцене. Но я как мама хочу сказать, что, по-моему, у самого раннего. Чем раньше, тем лучше. Это дает положительные эмоции. Это дает настрой. Это дает желание творить. Это дает, по-моему, ребенку уверенность в себе. А его родителям, по-моему, дает радость, дает возможность радоваться вместе со своим ребенком творчеством. Помните, как говорил известный герой из популярного в советские времена фильма «Усатый нянь»? Дети, они ведь перспективные, их только почувствовать надо. Еще в дореволюционной России аристократическому воспитанию уделяли самое пристальное внимание. Чем меньше было ребенку лет, тем раньше его отдавали обучать музыке, иностранным языкам и хорошим манерам. Будет замечательно, если и мы не будем отходить от этой традиции. Ну, хотя бы начните с того, что приведите ребенка на выставку в музей, в театр или вот сюда, в наш Дворец культуры. Увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok